Всем привет! Меня зовут Ксюша, я HR в IT-блоке IOTA. Сегодня я хочу вас познакомить с IT-директором Андреем и руководителем отдела бизнес-анализа Нарине. Нарине к нам подойдет через минуту, а Андрея мы подключим по конференц-связи. Привет! Привет! Девчонки, привет! Как дела? Андрей, привет! Мы хотим рассказать кандидатам про IOTA и IT-команды. Так как мы быстро растем и развиваемся, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит в IT-блоке у нас. Окей, давайте расскажу. Начну с компании IOTA. Компания IOTA – это телеком-оператор, который очень много занимается именно IT-разработкой, с учетом на то, что она специфика виртуальной операторности Мегафон. Мы, в первую очередь, дорожим нашими ценностями. Очень много уделяем этому внимания. Это, в первую очередь, софты на тех людей, которые у нас работают. И мы этому много уделяем внимания на собеседованиях и стараемся, чтобы в компании подарили те люди, которые соответствуют нашим ценностям. Например, ценность человечна – это про то, что мы должны быть как человечной точки зрения нашего клиента, так и с точки зрения наших сотрудников. Когда началась пандемия, мы приняли осознанное решение и мягко, без проблем перешли на формат сменной работы. Кто-то, кто как хочет, работает из дома, из офиса. Каждый был свой график, кто-то может быть постоянно на удаленке и жить в другом городе, кто-то может несколько дней пищать офис, кто-то может быть постоянно в офисе. В общем, каждому как удобно – это то, как наша ценность человечная и проявляется отношение сотрудников. С точки зрения клиентов, как вы понимаете, у нас нет токсичных услуг, у нас нет всяких навязанных вещей. Это человеческое отношение к кому-то. И мы ждем то же самое от нашей компании. Если говорить про IT, что важно? Первое. У нас 12 IT-продуктовых команд. Мы работаем по матричной структуре, в которой есть чаптеры, которые отвечают за экспертные треки по разработке, по аналитике, по архитектуре, поддерживают сообщество, развивают инструментарий, помогают с развитием компетенции и прочее. Где-то половина команд – это своя разработка. Большая часть нашей архитектуры – это своя разработка. Архитектура у нас микросервисная по всем современным стандартам. Используется очень много примерных подходов. Если говорить про аналитику, о которой мы сегодня как раз говорим, с точки зрения роли, направление у нас очень развитое, с точки зрения стандартов. Можно сказать, что оно впереди. Детально все описывается, прорабатывается в enterprise-архитекте. Нарина об этом чуть позже, наверное, расскажет. Я горжусь тем, как построен у нас процесс аналитики архитектуры в целом в компании. Он позволяет очень дальше качественно держать историю с качеством, с тестированием и дальше прорабатывать последующее развитие инициативы бизнеса с учетом уже понимания, что работает, и передачу знаний. Мы постепенно идем в сторону продуктовых команд вместе с бизнесом. Это наша стратегическая цель – постепенное выделение, формирование совместных команд с бизнесом. Мы в это верим. Нам кажется, что в этом будущее с точки зрения и самого продукта, его качества, так и с точки зрения скорости его реализации. Для Телекома эта модель немного сложная из-за специфики ландшафта, но мы туда идем. Немного про проекты и про то, какая у них есть специфика. В Телекоме, в принципе, и у нас в частности, большинство проектов реализуются практически на всем ландшафте. У нас очень редко когда бывают какие-то истории, которые мы делаем, которые касаются какого-то одного IT-сервиса, вокруг которого построена реализация. Частично что-то делается в системе квалификации, где-то в продуктовой истории, где-то в финансовой части, где-то с клиентскими данными. Все это между собой очень сильно взаимосвязано и разбито по разным командам, по разным сервисам. Проекты получаются достаточно комплексные. Процессов клиентских по обслуживанию, самообслуживанию, продажам очень много, и любой проект наслаивается друг на друга, и в этом, мне кажется, есть особый интерес для аналитики, для архитектуры с точки зрения проработки того, как это все будет друг на друга влиять, ничего не потерять, понимать комплексы, взаимосвязи. Например, сейчас мы готовим один из проектов, он у нас будет в продакшене в конце года, в начале следующего, он обязательно будет в рекламе, вы это увидите, который зарагивает практически весь лотшафт. Мы его очень давно делаем, прорабатываем с прошлого года, и это очень комплексная проработка, требующая высоких знаний, экспертизы и умения, как бы, работы романсировать. IT во многих командах работает по agile, у нас в основном используется канбан, команды в последнее время сами переходят туда, у нас был несколько команд, которые мы договаривали запускать, а дальше команды сами решают идти туда или нет, потепенно запускаются, это выглядит так, что идет на пользу, мы рады, и дальше мы эту историю планируем в рамках перехода продуктовой команды, о которых ранее говорил, масштабировать на всю компанию. Самое главное, что у нас есть, это люди. С учетом того, что берем о ценностях, того, как мы скрупулезно относимся к тому, кого мы берем в компанию, с какими софтами, с каким подходом к жизни в отношении к окружающим, и у нас есть вторая ценность эта прогрессивная, поэтому в рамках нее постоянно что-то улучшаем, и не безразличие к тому, что мы делаем. И этим мы отличаемся. Мне кажется, ключевое я сказал. Нарине, твоя помощь мне тоже понадобится, расскажи, пожалуйста, про роль аналитиков в йота. Как Андрей уже проговорил, у нас достаточно сложная структура, и аналитики у нас делятся на два типа. Первый тип — это solution аналитики. Их задача сказать, а что в целом должно быть реализовано, описать требования к нашему продукту в целом, например, к смартфонному продукту. И есть системные аналитики, которые находятся в командах IT-продуктов и которые детализируют требования уже к конкретному компоненту, который находится в зоне ответственности этой команды. Фактически у нас получается, что solution аналитик говорит, что должно быть в целом сделано. Архитектор уровня solution декомпозирует это в виде каких-то постановки задач для конкретных IT-продуктов, то есть он декомпозирует требования на компоненты и говорит, как оно должно быть сделано. А внутри IT-продукта системный аналитик уже детализирует те требования, которые были сформулированы в конкретную постановку задач для разработчиков. Окей, Нарине, расскажи подробнее, чем занимаются аналитики и какой инструментарий они используют в работе? Если более конкретно формулировать, какие артефакты готовят наши аналитики, то на уровне solution мы готовим use case диаграмму, мы готовим детализацию сценариев в виде activity диаграмм, мы описываем нефункциональные требования, бизнес-правила и в целом объектную модель или какие-то другие диаграммы, которые могут быть нужны в рамках конкретной узкой поставленной задачи, но традиционно это use case диаграмма с детализацией в activity плюс описание бизнес-правил и нефункциональных требований. Что касается инструментария, мы используем Enterprise Architect, причем мы его используем именно как кейс-средство, потому что из-за сложности предметной области нам очень важно корректно проводить импакт-анализ и за счет трассировки, которую позволяет делать автоматически Enterprise Architect, мы упрощаем работу аналитиком. Фактически у нас на уровне solution-аналитики мы готовим обычно use case диаграмму, ее детализацию в activity, объектную модель, набор бизнес-правил и нефункциональных требований, после чего архитектурные артефакты трассируются к аналитическим. Соответственно на этапе системной аналитики ребята уже прорабатывают те артефакты, которые актуальны конкретно для их домена или компонента, потому что мы понимаем, что, например, то, как описываются требования для биллинговой системы, они отличаются от того, как описываются требования к мобильному приложению, просто потому что это совершенно разные истории и предметная область совершенно разная. Нариной, расскажи, какие возможности для развития аналитиков есть в Yota? Вообще мы приветствуем не только вертикальное, но и горизонтальное развитие. Для того, чтобы человек мог развиваться внутри роли или поменять свою роль, у нас есть матрица компетенции, которая нам позволяет понять, а что нужно изучить дополнительно, какими навыками нужно обладать, чтобы попасть из роли А в роль Б. Как лидер чаптера аналитики я встречаюсь с каждым из ребят, и мы прорабатываем индивидуальные планы развития. Мы подбираем вместе внешнее обучение или внутреннее обучение в зависимости от ситуации и помогаем человеку перейти в ту роль и в то целевое состояние, в которое ему бы хотелось прийти. Помимо этого у нас есть клуб аналитиков, где мы с ребятами разбираем какие-то особо сложные кейсы и вырабатываем best practices для того, чтобы в дальнейшем у нас подобных сложностей каких-то не возникало. Ксюр, мне тоже сейчас потребуется твоя помощь с точки зрения подбора. Расскажи, пожалуйста, как мы будем двигаться. Предлагаю пойти по стандартному пути. У нас нет растянутых этапов собеседований. Будет одна встреча, в рамках которой мы оценим и hard skills, и soft skills. Обязательно расскажем про компанию, про культуру и наши ценности. Анбординг у нас начинается еще до первого рабочего дня. Я буду сопровождать новичка на всех его этапах адаптации. Окей, я тогда подготовлю список задач на испытательный срок и определюсь с наставником, который поможет новому сотруднику быстрее погрузиться как в предметную область, так и в принципе во взаимодействие внутри компании. Андрей, что скажешь? Если хочешь работать с классными людьми, получать удовольствие от работы, работать в рамках современных процессов, технологичного стека, пожалуйста, приходи к нам. У нас все это есть, но у нас будет очень строгий контроль по твоим софтам, по отношению к жизни, потому что нам очень важно, чтобы ты вписался в коллектив и не только ты получал удовольствие, но и все вокруг от того, что ты контролируешь. Хочешь так? Дерзай, приходи на собеседование и погнали! Ждем тебя в йоте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова